друзья всем привет в этом видео рассмотрим отличие двигателей husqvarna 545 rx и штиль fs 450 значит два двигателя у нас одинаковые мощности как по заводским характеристикам 21 киловатта 21 киловатта значит они с виду одинаковые но есть отличие значит на штиле это обычный двигатель обычный двухтактный двигатель и а на husqvarna у нас двухтактный двигатель но с технологией x-torque то есть еще с дополнительной продувкой чистый воздух камера сгорания штилевский двигатель вот так вот выглядит клинвал шатун обратите внимание на шатуне отверстий для смазки нет уж теля у husqvarna на шатуне есть отверстие для смазки игольчатого подшипника это вот этого подшипника на поршни на пальцы поршни но на поршни уж теля есть вот такие выемки как чтобы смазка сюда у нас поступало вот вот эти выемки на husqvarna с ком поршни здесь выемок вот этих нет значит поршни поршни по диаметру одинаковые 42 миллиметра но у husqvarna он длиннее для того чтобы вот эти вот окна куда заходит чистый воздух вот эти вот впадинки так по цилиндру цилиндр штиля вот так вот выглядит значит что я могу сказать по цилиндру на штиле так а вот так вот выглядит у нас husqvarna цилиндр так значит на штиле площадь соприкосновения поршня со стенкой цилиндра меньше чем у husqvarna значит вот здесь у нас поршень по всей стенке хоть по кругу соприкасается в общем цилиндром здесь же только вот здесь он соприкасается и вот здесь вот края то есть очень много пустоты и здесь у нас продувочные окна у husqvarna продувочные окна вот они там просто внутри здесь получается каналы а здесь окна вот они получаются отдельно вот их не по краям то есть у нас с картера идет тут через это вот так сказать отверстие заходит уже делится на две стороны и расходится по краям по краям выходит значит вот эти вот первые окна так у нас сюда здесь получается вот так вот снизу идет у нас топливо-воздушная смесь сверху идет у нас чистый воздух и он заходит сразу наш вот сюда в поршень через боковые окна так значит цилиндры штиль имеет больше ребер охлаждения чем husqvarna так вот эта сторона карбюратора здесь мы видим вот это колено большой резиновый непосредственно сюда крепится карбюратор здесь у нас одно окно с импульсным каналом здесь импульсный канал внизу на цилиндре вот тоже внизу импульсный канал и здесь тоже вот он в принципе все одинаково значит по карбюратором у нас идет вот такая переходник вставляется вот в эту резинку и прикручивается к цилиндру здесь у нас сюда уже непосредственно прикручивается карбюратор вокруг карбюратора здесь пластиковый корпус воздушного фильтра карбюратора стоит вот это сама как бы впускная система состоит из двух частей карбюратор непосредственно сам и дополнительно воздушная заслонка чистого воздуха здесь все отделено никаких карбюраторах перегородках нет перегородков нет здесь отдельная заслонка идет так на штиле на штиле здесь просто обычный карбюратор стоит но это не штилевский карбюратор этот husqvarna но он как бы один карбюратор здесь стоит сюда уже непосредственно корпус воздушного фильтра и воздушный фильтр здесь также простой штиля простой двигатель вообще здесь побольше у нас узлов потому что это двигатель x-torque более модернизированный такое отличие так у нас по цилинд по глушителем это глушитель husqvarna это глушитель штиля husqvarna он поменьше но у него выхлоп труба побольше теля глушитель побольше и выхлоп трубы по уже есть принципе все одинаково вход принципе одинаково единственное здесь вот выпускное отверстие побольше штиля поменьше так чем еще у нас но модуль зажигания крепится на картере внизу это хорошее расположение модуля зажигания вот здесь вот меньше под подвергается нагрева и здесь также на картере внизу крепится модуль зажигания маховик маховик сцепление сюда и сюда тоже соответственно сцепление какой лучше какой хуже здесь трудно судить просто технология не стоит на месте вот этот двигатель более проще этот двигатель более технически сложнее в плане здесь больше узлов то есть на нем из-за того что здесь добавлены именно вот это реализованная система продувки чистым воздухом то есть здесь получается у него меньше топлива затрачивается и и меньше выходит выброса вот этого выхлопных газов вот так по мощности они одинаково 21 киловатт 21 киловатт еще коленвал здесь вот обычный стоит коленвал а вот здесь на коленвале стоят еще такие я не знаю кольца это не кольца но очень говоря такие пластины он 10 они из другого но ваших от композитный материал здесь металлические здесь они какие-то не металлические какого-то из композита такие черненькие я так понимаю это для того чтобы стабилизировать стабилизировать как бы уравновешивать более стабильно чтобы были обороты стабилизировать вот видите он ровный более стабильно чтобы смесь я так понимаю распределялась но это мое чисто мнение но более уравновешивать стабилизировать то есть здесь вот мы видим что эти отдельно здесь он такой полумесяца его видно то есть а здесь вот такие ровненького кругленький с двух сторон отверстия на шатуне для смазки в принципе и все поршень здесь такой здесь он вот такой 42 миллиметра они одинаковые померил по два кольца принципе все на цилиндрах у нас оба мотора снабжены декомпрессионными клапанами то есть вот мы видим два отверстия под свечкой под декомпрессор под свечу под декомпрессор свечи разные здесь под 19 здесь у нас под 16 тоненькая свеча здесь обычно толстая что лучше что хуже по моторам в принципе не знаю не хускорно работает тут 45 нормально стиль тоже работает сейчас я вот стиль который собирал у меня вот видел было по сборке не у про продал просто не люблю я штилем работать люблю хускуарный то мой просто выбор всем пока пишите комментарии обязательно отвечу